В сентябре чествовали паралимпийцев, участников всероссийских соревнований по видам спорта, входящих в программу летней паралимпиады. Спортсменов не допустили до участия в играх в Рио, и президентам было решено провести отдельные специальные соревнования, аналогичные паралимпиаде в Рио, но в Подмосковье. По итогам этих соревнований спортсменов поздравлял президент Владимир Путин лично. Среди медалистов была и резанка Мария Богачева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первые дни, когда спортсменка об этом узнала. Разочарований у большого не было, я так скажу, потому что, ну, не едем, значит, не едем. Волосы, что ли, на себе ради от этого. Какие у вас дальше планы? Дальше планы я хочу отучиться на водителя, водительские права, короче, получить. Вот, дальше мы едем на сборы, продолжаем тренироваться. Сегодня уже можно смело утверждать, что Мария Богачева могла стать медалисткой паралимпиады в Рио-де-Жанейро, если бы сборную Россию не отстранили от участия. Результат, показанный ею на всероссийских играх в Подмосковье, позволил бы резанке занять второе место в толкании ядра. В копье очень довольна, очень довольна, потому что у меня был рекорд Европы в 2013 году в Италии, то есть, когда я только начинала дальше, я уже никак не могла на этот уровень почему-то выйти. Хотя у нас в сборной многие профессиональные тренеры по копью, они меня учили, я себя представляла медведем, который не умеет на велосипеде кататься. Девушка отправила снаряд на 7 метров 42 сантиметра. В Бразилии победила китаянка, установив рекорд, кинув снаряд на 47 сантиметров дальше. Олимпийская серебряная медалистки из Туниса не дотянула до результата. Могачевой 56 сантиметров. На сборах как раз ко мне подошла Мария Абакунова, нам с Юлей дала мастер-класс. С тех пор как будто лампочка включилась в голове и результат просто попер. Это для меня настолько неожиданно и настолько радостно, потому что оказывается у нас с Юлей все так суперски. Тренером Марии Богачевой является родная сестра спортсменки Юлия Богачева. Девушка рассказывает, что у Маши с детства был большой спортивный потенциал. В школе она профессионально занималась легкой атлетикой, но после автоварии, которая произошла, когда девушке было всего 18, о спорте даже и не думали. Из-за серьезной травмы позвоночника Маша оказалась прикована к инвалидному креслу. Все изменилось в 2007 году, когда сестра сегодняшней чемпионки узнала о возможности тренироваться и заниматься адаптивным спортом. От сестры все терпишь. Все, у Маши характер бывает такой, иногда скрепно. Да, не так свистишь, не так летаешь. Вот, ну я не знаю, ну как-то для родни, для сестры сделаешь все. Сегодня Мария Богачева – чемпионка и призерка чемпионатов мира, рекордсменка мира в толкании ядра и рекордсменка Европы в метании копья, заслуженный мастер спорта России. Как отметил Владимир Путин, такие спортсмены, как она, являются примером для миллионов людей. С такой волей к победе, волей к жизни и стремлением добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности. В Рязани работает уникальная методика обследования желудочно-кишечного тракта, которая до недавних пор была доступна жителям Японии, европейских стран и США. Сегодня проблемы с заболеванием желудка и кишечника становятся все более острой. Если раньше эта категория болезней была лишь на третьем месте после кардиологии и онкологии, то сегодня заболевания желудочно-кишечного тракта вырываются в антилидеры. С каждым годом возрастающие проблемы экологии и снижение качества пищи только осложняют ситуацию. В мировой практике сегодня золотым стандартом для диагностики заболеваний тонкого кишечника стала капсульная эндоскопия. Процедура неинвазивна и безболезненна. Капсульная эндоскопия позволяет врачу обследовать пищевод, желудок, все отделы кишечника и прямую кишку. Тонкую кишку осмотреть другими способами, в принципе, на сегодняшний день практически невозможно. В качестве эндоскопа используется капсула с размером витаминной таблетки. Пациент проглатывает маленькую капсулу, внутри которой находится видеокамера и встроенный источник света. В течение 8 часов видеокапсула проходит по кишечнику, передавая видеоизображение на записывающее устройство, закрепленное у пациента на поясе. Потом она естественным путем покидает организм. После этого пациент приносит записывающее устройство врачу. Врач анализирует полученное видеоизображение желудочно-кишечного тракта и ставит диагноз. Какие заболевания? Ну, во-первых, прежде всего, подозрение на… даже не подозрение, а желудочно-кишечное кровотечение с непонятным источником. То есть вот желудок посмотрели – нет источника кровотечения. Толстую кишку посмотрели – это стандартные методики, легко выполняется. На колоноскопе нет источника кровотечения. А человек кровит и кровит. То есть вот такие вот ситуации. Довольно часто бывает источник кровотечения в тонкой кишке. Редкие заболевания типа болезни крона тоже можно увидеть капсулой, потому что это именно располагается в процессе в тонкой кишке. Процедура удобна и для врача, и для пациента. Она не отрывает последнего от обычных дел и не причиняет никакого дискомфорта. По окончании обследования доктор просматривает полученное изображение на видеомониторе и ставит диагноз. Мощное программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом позволяет детально изучить и обработать полученный материал. В данном случае здесь достаточно удачно расположено опухоли, расположено недалеко от толстой кишки. Поэтому самое главное, что есть уже подсказка, что нам надо войти. В принципе, это возможно при стандартной колоноскопии зайти в тонкую кишку, пройти тонкую кишку. Тут достаточно близко взять биопсию. Капсульная эндоскопия весьма информативная и, что особенно важно для пациента, безболезненный метод исследования кишечника. А видеокапсулы сами по себе уникальные. Эндоскопов с такими высокими разрешающими способностями пока что не бывает. В нашем городе пройти такое исследование можно в медицинском центре «Гармония». Уникальное по своей сути обследование предлагают пройти и в Центре здоровья при поликлинике областной клинической больницы. Называется оно «Биоимпедансное исследование состава тела». Пришедшие сюда молодые люди – студенты, друзья Ксении Промаховой. Здесь они один за другим проходят комплексную оценку своего здоровья, причем бесплатно. Все, что нужно – это паспорт и полис. В течение 10 минут один современный аппарат сменялся другим, исследуя организм конкретного человека. Посмотреть функцию органов дыхания, посмотреть сердце, рост веса, измерить давление, пульсоксинетрию. Мы можем сделать экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин. То есть за малое количество времени мы получаем максимум информации о состоянии всего абсолютно организма. Есть два комплекта оборудования. Одно стационарное, другое для выезда. Оно отправляется в те организации, где люди хотят провести профилактику своего здоровья. Здесь же, после того, как Ксения прошла обследование, врач сделал вывод о состоянии ее здоровья и дал рекомендации, соблюдая которые, она сможет оставаться в состоянии здорового человека. Ведь главная цель центра – не научить человека, как ему лечиться, избавляться от заболеваний, а сделать так, чтобы он вообще никогда не болел. Не все рязанцы до сих пор верят, что можно пройти ее бесплатно. Но это так. Медицина развивается для того, чтобы население становилось оптимистичнее и здоровее. В разных странах мира проводят недели парадов, шествий и лекций, а устраивают их те, кто называет себя слингерами. Это родители, которые в буквальном смысле привязывают к себе детей простым куском ткани. Убежденных слингомам с каждым годом становится все больше. Как мы выяснили, слингеры настойчиво призывают следовать их примеру, потому что это позволяет быть ближе к ребенку. Это очень важно, потому что ребенок находится в доверии с мамой, и когда ребенка носит на руках, он таким образом защищен. Не только физиологически, но и эмоционально. Чтобы не случилось какой-либо дискомфорт. Прежде всего, он снимает это через контакт кожи к кожей, потому что он 9 месяцев находился у мамы в животе. Есть такая даже поговорка – 9 месяцев в животе и 9 месяцев на животе. В Рязани работает клуб «Слингомам». Девушки здесь встречаются, чтобы пообщаться, а также поделиться опытом и просто хорошо провести время. Как итог, они активно продвигают слингодвижения в городе и даже устраивают флешмобы. Несколько выверенных движений, и Катя становится слингом мамой, а ее малыш – слингопассажиром. Еще была беременна первым ребенком, это вот второй у меня ребенок. Я узнала об этих замечательных переносках, что они вообще разные, что их много видов. И решила попробовать шить самостоятельно. Нашла выкройку в интернете и вот из джинсов пошила такой май. Это называется май-слинг. У того, кто несет, полная свобода рук. А у того, кто едет, прекрасный шанс осмотреть окрестности. Настя говорит, что уже давно не представляет себя на улице, например, с коляской. Юра – ее второй ребенок, буквально выросшая в слинго-среде. И как только выписался в роддом, с первых дней начала носить ребенка в слинге. Это дает мне и свободу передвижения, и возможность делать какие-то свои дела. И при этом ребенок находится со мной, рядом, чувствует у меня тепло, ему спокойно, уютно и хорошо. Анастасия вышла в финал конкурса «Слинга. Мама России». Состязания прошли в Челябинске, и Настя заняла одно из призовых мест. На соревнования она полетела, когда ее сыну было всего 9 месяцев. Конкурс был всероссийский, узнала совершенно случайно. Мне буквально за одну неделю множество моих знакомых скинули ссылку на этот конкурс в интернете. И со словами «Настя, ты должна в нем участвовать», потому что я действительно постоянно в слинге. Ребенок постоянно со мной, как у кенгуру. И даже у меня подруги зовут его «Крошка.ру», как в мультике, что как кенгуренок маленький. Слинга-носители являются еще и носителями идеи достичь такого единения между родителями и ребенком, которое, по их мнению, невозможно, если малыш лежит в коляске. У них даже постулат такой есть. Мама сначала носит ребенка 9 месяцев в себе, а потом 9 месяцев на себе, пока он не начинает ходить. Главный совет – это попробовать не бояться трудностей при первых попытках носить слинги, носить в рюкзаке, потому что это на самом деле очень удобно. Свободные руки – это для мамы вообще просто очень важно, крайне важно. Во-вторых, это действительно телесный контакт. Ребенок намного спокойнее, когда он постоянно рядом с мамочкой. Вроде бы он и не на руках, но при этом всегда рядышком. Глядя на этих людей, наконец-то понимаешь смысл выражения «детская привязанность к родителям». Одно из значений английского слова «слинг» – канат. Он настолько крепко связал родителей по всему миру, что они не только объединяются в клубы, но и проводят даже всемирную неделю слингоношения. Наши мамочки, которые используют слинги, они не просто делают домашние дела и кушают, они еще и ведут активный образ жизни, танцуются слингами. В воскресенье мы играли в «слингоквест». То есть мамочки наши настолько мобильные, что могут перемещаться на общественном транспорте из одной точки города в другую. И это те мамы, которые точно знают, что они в декрете не зачахнут и могут, как говорится, благодаря этому «слингу» не бояться рожать и первого, и второго, и третьего, и так далее детей. Парочки с колясками приглашения самим стать средствами передвижения воспринимают с улыбками. У поклонников погулять на четырех колесах тоже есть своя проверенная годами и поколениями философия. Каждому человеку нужно съедать в день полкилограмма фруктов и овощей. Эта рекомендация была озвучена Всемирной организацией здравоохранения. Съесть 500 грамм фруктов и овощей нетрудно. Это либо три любых фрукта и два овоща, либо наоборот. Доктора поликлиники внесли свой вклад в здоровье горожан. Каждому они предоставили практически дневную норму фруктов. Людям останется съесть еще один любой фрукт. Я рекомендую фрукты и овощи как отдельный перекус. То есть не нужно смешивать их с основным приемом пищи, нужно их отдельно, между приемами пищи, кушать. Например, замечательный перекус будет, если вы съедите яблоко, грушу и банан. А овощи уже доберете, допустим, в следующий перекус, либо они у вас пойдут гарниром к основному блюду. Когда вы перекусываете, что вы хотите съесть больше? Ну, больше, наверное, яблок. А я грустно, наоборот. Пирожки не хотите, а то многие любят. Нет, больше все-таки на овощах. И он с соседкой делюсь кабачками. Ой, как рад-то. Скажите, а почему вы до этого уже яблочек купили? Купили яблочек? Почему мальчику? Чего нет? А к пирожкам как относитесь? Нормально. Да? А вы знаете, что в них нет вообще ничего полезного для нас? Знаю, но они вкусные. Пирожки, ну, в нашем возрасте уже, чтобы не полнеть, я пирожки не ем. Вы молодец. Лучшим перекусом, по мнению докторов, может быть яблоко, орешки и сыр, съеденные вместе. Тогда и чувство сытости приходит, и питательные вещества в большом объеме поступают в организм. Это сразу клетчатка, растительные жиры и микроэлементы магний, кальций. Редактор субтитров А.Семкин